Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Во сколько нам обходится коммуналка, за что мы платим и на сколько поднимутся тарифы на энергоносители? Об этом говорим сегодня. В нашей студии председатель ТСЖ Буревестник Сергей Попилов. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Итак, за что мы платим и на что мы можем повлиять как собственники жилья, сэкономить на чем-то? А в чем цены расценки остаются неизменными и мы на них повлиять никак не сможем и не можем? Ну, платим мы. У нас компетенция, если каждый проник, она разбита. И там очень хорошо написано это содержание и текущий ремонт жилья для домов с муниципальной формой собственности. Он устанавливается администрацией городского округа Самара, и он един для всех этих домов. Сейчас это где-то в сумме, по-моему, около 21 рубля. И уже, кстати, не повышалось лет 5 или 6. А для собственников, для частных домов, то есть частная собственность, это ТСЖ, то там устанавливают общее собрание ТСЖ. Вот, как правило, там может быть и выше, если люди хотят больше себе услуг, например, охрану вокруг дома, видеонаблюдение или еще что-то. То есть если рассчитывать на базовое какое-то, это то, что определено постановление, то, что обязательно, то там обычно пониже. То есть вот в разных домах бывает и 16, и 17, и 18 рублей с квадратного метра. То есть это устанавливают сами собственники домов, либо, я сказал, если дом муниципальный, то устанавливают муниципалитет. А остальное, это все идут услуги за ресурсы снабжающей организации, которые снабжают этот дом. Это вода и водоотведение, это ООСКС, которое пришло у нас на замену МП «Водоканал» муниципальному предприятию. Это за тепло и за горячую воду. Ой, извините, вот СКС теперь не муниципальная компания получается? Нет. Нет, у нас произошло несколько лет уже, по-моему, третий год уже, в 12-м или в 13-м году МП «Водоканал» лишился тарифа, его убрали. Все сети, которые дальше были муниципальные, они теперь в аренде у ООО СКС, Самарские коммунальные системы. Тариф для них устанавливают на водоотведение и на водоснабжение, это устанавливает город, администрация города Самары. Так что тариф для них устанавливает город. А тариф на электричество, который всем платим, это устанавливает Министерство энергетики и ЖКХ, то есть уже федеральная структура, субъекта федерации. И за отопление и за горячую воду, то есть там входит на гигакалории, то есть тоже за тепло. В общем, за поставленное тепло также устанавливает Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Но вообще из года в год эти тарифы повышаются или остаются на одном уровне приблизительно? Нет, тарифы повышаются. Вот много мы это самое слышали, что Путин говорит, чтобы не больше стольки процентов. Да, есть рамки. Да, в разные годы было разные рамки. То есть я тут как-то копался и даже в каком-то 2011-2012 году там даже написано, что не больше 25, Путин говорил. Но это все вот говорит. Сейчас он говорит, что не больше 10. Но вот в последний год уже в рамках федерального законодательства по всей России определили, что должно быть в соответствии с уровнем инфляции. То есть вот на прошлый год было что не выше 8,8 процента. То есть на уровне инфляции повышения не должно быть. А проверить это мы сможем потом повыситься выше или нет? Ну вот смотрите, у нас раньше всегда было с 1 января повышение традиционное. Сейчас это уже где-то полтора года как перенесли. И теперь у нас повышение устанавливается с 1 июня, то есть середины лета. Вот. И смотрите как раз квитанции, когда и происходит. Именно как раз повышение цены за 1 киловатт электричества происходит летом, одноразово. Но в последнее время оно где-то как раз вот так в пределах 7-8 процентов. Если самарские электрические сети у кого поставщик. По отоплению тоже как бы там разные. Но вот сейчас можно как раз об этом сказать, что с 1 января вот 15-го года у нас в Самаре создана единая теплоснабжающая организация в лице ОАО ПТС, предприятий тепловых сетей. И что нам теперь ждать горожанам от этого? Вот. Уже люди наверное получили квитанции во многих этих. То есть были у нас в основном, вообще у нас в городе 3 таких мощных поставщика. Это было ЗАО ПТС, 5 тепловых сетей. К ним относятся где-то процентов 70 или 80, но разные данные. Кто-то говорит 70%, кто-то 80% сетей. Были абоненты, которые были подключены непосредственно к сетям ОАО Волжская ТГК. Волжская ТГК это вообще генерирующая организация. То есть все вот эти ТЭЦ, привокзальная, в 15-м микрорайоне, ГРЭС, это все принадлежит им. Они сами генерировали и по своим сетям они доставляли. Соответственно, тариф у них был без посредников самый минимальный. ПТС это был некоторый посредник, который не имеет источников, он и сейчас не имеет своих источников энергии. Они только транспортируют. Соответственно, на то, что они взяли у Волжской ТГК по их нему тарифу, то они еще добавляли свое на содержание этих сетей. И был третий, он и сейчас кое-где остался. Это СУТЭК, это в основном Куйбышевский район или завод электрощита Красноглинский район. Так вот, сейчас и еще были поставщики тепловой энергии. Это различные котельные по городу, маленькие такие поставщики, которые иногда находились в частных руках. Вообще там неизвестно какая компания, какой-нибудь ООО или ЗАО. И чтобы все это упорядочить, и был единый тариф, получается, потому что один дом через дорогу по одному тарифу живет, через дорогу у них другой. И еще были такие случаи, когда котельные выходили из строя, и там бросали все, банкротились, и говорили, как снабжать людей, непонятно. И зима у нас холодная, поэтому чтобы все это упорядочить, вот была создана по инициативе, это уже идет, это все из Москвы, федерального центра. Это во всех городах, это не только Самара, то есть во всех городах, в том числе у нас, в области, это в первую очередь Самара и Тольятти, где с 1 января как раз создана единая теплооснабжающая организация. Долго выбирали, как говорили, но СУТЭК это маленькая организация, и у нее самые высокие тарифы. Мы выбирали среди двух таких, ЗАО ПТС и Волжской ТГК, и остановились. Вот наше правительство, властное, сдало приказ Министерства энергетики 22 ноября 2014 года, номер 386, где оно дало тариф, именно что с 1 января будет тариф у АО ПТС. С 1 января тарифа в Самаре для Волжской ТГК нет. Поэтому выставлять тариф, вот как у них было, 1156 рублей 40 копеек за калорию, в принципе ни одно ни ТСЖ, ни один, это не имеет права. Нет такого тарифа. Понятно. Стоимость услуг будет одинаковая, а то, что будет одна компания, это ведет к чему? К удорожанию этих услуг? Ну вот, по крайней мере, для тех, у кого было раньше ПТС, они этого не ощутили. У них как был тариф, 1400, 3 рубля, он так и остался. А вот у тех, у кого была Волжская ТГК, у них выросло сразу одномоментно на 21%, то есть сразу резко. Тут вот был как-то общественный совет на прошлой неделе, и очень долго решали. Так что же это, рост тарифа, то есть незапланированный? И очень пришли, что это все-таки изменение тарифа в связи с тем, что это, ну, людям это от того, что изменение или рост, люди получили добавку квитанции с января где-то на 300-500 рублей, это сразу ощутимо. Скажите, вот эти суммы повышенные можно как-то компенсировать сегодня? К вам обращаются за такой информацией? К нам можно не обращаться, потому что мы выставляем как есть. Можно обратиться в городской департамент социальной поддержки населения, у них на это имеются финансовые ресурсы, они это знали, что будет такое повышение, они запланировали, то есть идет адресная, то есть каждый приносит справку за январь, где говорят, что вот у меня произошло вот это вот повышение на 21% за счет того, что сменился поставщик, была в Орвовской ТНК с низким тарифом, стала ПТС с высоким, там сдают какие-то необходимые документы, что им там в список скажут, и получает это в течение полугода до следующего повышения тарифа. Что будет дальше, я не знаю. Но сейчас любой, не обязательно вы сказали, что не обязательно социально незащищенный, любой человек, который получил вот эту, с Орвовской ТНК перешел на ПТС, получил вот эту добавку, так сказать, незапланированную, то он имеет право обратиться и может получить эту компенсионную выплату, получить, да. К нам поступает первый вопрос от телезрителей, звоните, еще есть время. В Москве вводят электронные квитанции за коммуналку, в Самаре такое возможно? Ведь многие теряют бумажные квитанции, это неудобно, вот спрашивает вас Андрей. Как вы относитесь вот к таким электронным квитанциям, если вдруг их ведут? Насколько это актуально для нас, для нашего города? Да ну, я не знаю, весь этот электронный бумагообмен, он, конечно, очень хорош, но действительно, если уж вы теряете бумажную квитанцию или это, то где у вас эта гарантия, что вы не потеряете и не снесется ваша база данных, и вы не потеряете и эти платежи? Потому что сейчас очень многие оплачивают даже свои коммунальные услуги через интернет, с помощью банка клиента, и к нам приходят, например, часто в ТСЖ и говорят, вот у меня тут написали, что у меня задолженность за три месяца, а я платил. Мы говорим, покажите платежку, а я не могу вам показать, потому что я платил через интернет. Мы говорим, ну покажите, вот начинают в своем, достают телефон или планшет, и начинают там очень долго искать. Что-то найти не может подтверждение, все, он уходит. Уходит, потом через три дня приходит, действительно говорит, я там пытался, но что-то у банка какие-то трудности, и они деньги не перевели. Вот понимаете, да, а бывает так, что банк и переводит. Были такие случаи, где банк дает подтверждение, со счета деньги у потребителя снимаются, у жителя там этого дома, а до нас не доходит. Они идут, и тоже сначала претензии к нам, мы вот показываем, что не было платежа, что не пришли, не начинают разбираться с банком. Да, банк говорит, не прошло по той или другой причине. И где-то неделя еще у них проходит, пока они переведут. А если бы человек вот в эти ближайшие дни не обратился, то искать платеж, который был, например, полгода, очень тяжело. Да. Вот мы с вами говорили о сетях, но есть же еще и бесхозные сети. Скажите, вот как-то они на нашем кошельке тоже отражаются или нет? Да, вот, кстати, это тоже вопрос этих бесхозных сетей. Конечно, отражается. Если просто сказать, то вот есть сети, которые сейчас передадут вот эту единую теплостанавливающую компанию. Ну, или раньше они были у того или другого поставщика. А есть так называемая точка поставки, то есть где она эта самая. Сейчас очень многие дома снабжены приборами учета коллективными, общедомовыми. Вот по 190 закону, федеральный закон о теплоснабжении, в частности, например, говорится, что если дом снабжен этими приборами учета коллективными, граница ответственности должна именно идти по этим приборам. Это значит, сколько прибор намерил, сколько в дом вошло тепла, то за то и платишь. Но что делают наши все поставщики? Они обычно стараются либо от ближайшей камеры, где эта тепловая камера, которая около дома, она бывает и за 50, и за 100 метров, а бывает, что и за 2, и за 3. Говорят, вот наша сеть тут кончается, ваш дом вот тут стоит. А вот этот вот участок может и 500 метров, и 600. Вот даже если у вас прибор учета есть. То вот за это вот потери, которые на этом участке, у них есть формулы, они все это теплотехники, они все это подсчитают, и выставляют вам каждый месяц к тому, что насчитал прибор, на дом ушло, они еще прибавляют эти потери. Ну, в некоторых домах это составляет, даже если тепловая камера, ближайшая на которой эта точка границы ответственности стоит, раздела, она бывает очень близко, то и то там 1-2-3 гигакалории есть, а есть дома, у которых и 6, и 7. Но при нынешнем тарифе это лишние 10 тысяч в месяц. Вот считайте, на дом лишних 10 тысяч, которые просто прибавляются. Вы его недополучили, это тепло, но вам это посчитали. А как же вот восстановить справедливость? Кто вообще этим должен заниматься? Ну, понятно, в ТСЖ у вас там под контролем все, руководство ТСЖ. Нет, мы это знаем в ТСЖ, но мы ужасно пытаемся это все сдать и передать. Вот как раз эта единая теплооснабжающая организация в законе расписана хорошо. Для чего она создалась? Во-первых, чтобы убрать посредников, мелких, больших, то есть будет единое. Люди получают единый тариф, тоже вроде бы хорошо теперь это самое. И написано, что действительно они вот с этим федеральным законом, 190 теплооснабжения, они должны как раз сделать границы ответственности, и чтобы без хозных сетей в городе не осталось. То есть взять, если дом не оборудован приборами учета тепла, то граница должна проходить по стене дома, по наружной стене дома. Если по приборам, то по приборам, которые вообще там в теплопункте, это значит еще и кусочек подвала. Ну, как всегда, законы у нас хорошие, но вот мы этот вопрос задавали представителям этого зала ПТС. Они говорят, вы передавайте их в установленном порядке. Что значит, мы будем обслуживать, если они будут муниципальными? Вот вопрос сейчас как раз к муниципалитету. Давайте, раз создана эта единая компания, то тогда заберите все эти сети, как они сказали, мы будем обслуживать, если они будут принадлежать этому. А так нет, они не хотят их, а так они и считают. Либо признать их бесхозными. Но бесхозными вот даже муниципалитет считает у нас бесхозными сети, которые, например, до 95-го года. А сейчас очень как много, очень много строится новостроек. Достройщик дом построил, дом передал в ТСЖ или в управляющую компанию жильцам. А сети, которые он построил, бросает. И вот таких сетей, даже от новых достройщиков, они новые, хорошие, но они считаются как бы брошенными и ничьими. А их сети как раз и потери и считаются. То есть это все ложится на жильцов тоже дома. Да, вот при такой тенденции повышения платы за коммунальные услуги и повышения на тарифы, какой у вас рецепт того, чтобы не платить больше, платить вот за то, что потребили, что можно сделать? За то, что потребили, это единственное, с первого января, в общем-то, все должны были установить индивидуальные счетчики, квартирные. Это, ну, на электричество это практически есть почти у всех. Это вот мы давно привыкли. На газ тоже, чтобы вам насчитывали не и по количеству проживающих. Ведь у нас порой бывают прописанные люди, но на самом деле не живут. Либо в командировке есть, либо вообще выехали в другой город. То есть не живут, а так как они прописаны, газовая компания начисляет все равно. Поэтому, значит, газовый счетчик. И по воде. Также устанавливайте счетчики на холодную и горячую воду, сдавайте их в эксплуатацию и платите по тому, сколько вы взяли. Да, но реальная экономия есть. Да, вот если не по соцнормам, вот этим все-таки рассчитывать. А вот тут вот тоже интересно. Опять же, вот как показывает практика. Если, например, семья, ну, многодетная, много маленьких детей, все считают, да что там ребенок он потребляет? Нет, это постоянная готовка, постоянная мойка, постоянная стирка. Так вот у меня одна семья поставила, так она потом посмотрела, что по счетчику у нее получается даже больше, чем если бы она брала по нормативу. Поэтому тут вот видите, как получается, что... Но в любом случае проценты на нормативы будут расти, от этого тоже как бы не уйдешь скоро, да? Да, да, у нас тоже сказали, что согласно этому, каждые полгода норматив должен вырастать на 10%. Да, поэтому тут... Поэтому ставить счетчики необходимо. Следующий вопрос от Любови. Почему в Тольятти жителям приносят одну квитанцию за коммунальные услуги, а нам в Самаре носят целых шесть? Вот вы в ТСЖ как-то решили этот вопрос? Почему? И в Самаре тоже есть дома, в которых приносят одну квитанцию. Все дело в том, что вот это сейчас оспаривается. У нас это, как правило, касается домов, в которых были управляющие компании. Были управляющие компании. Потом после того, как помните, в прошлом году произошло банкротство нескольких больших крупных управляющих компаний, дома были брошены, и многие немножко переделали свою уставную деятельность и стали называть обслуживающими компаниями. То есть мы только за обслуживание дома. Вот, смотрите, приносят вам это обслуживающие компании за обслуживание дома, приносят и заставили людей заключить, это разрешается по жилищному кодексу, непосредственные договора с ресурсоснабжающими организациями. Квитанции от водоканала, квитанции от электриков, квитанции от тепловиков, квитанции от газовщиков. И вот так и набирается 5-6 квитанций. А под это, конечно, все эти обслуживающие компании подложили протоколы, которые очень часто потом оспариваются, и сейчас уже идет тенденция, что заставляют обратно. Пожалуйста, ребята, если вы обслуживаете дом, то приносите это. Потому что во многом это были липовые собрания. Да. Ну, вот поэтому, а людям тоже очень неудобно. Раньше он получил одну квитанцию, один платеж. Сами знаете, сейчас банковская система тоже, очень много банков в Самаре закрыта. Многие вообще ни перевода не делают, вот скандалы идут. И тут получается, ты одну квитанцию в одном банке оплати, это в другом. Конечно, это потеря времени. И времени, и денег. Потому что каждый банк за каждую проводку квитанции берет, мало того, что проценты, но если там сумма маленькая, и процент получается, или, как они пишут, или минимальный там 20-50 рублей. То есть вы должны провести, например, 200 рублей ввода к каналу. Они с вас все равно возьмут там 50 рублей за перевод денег. Хотя должны 1%, 20. Ну, они пишут 1% или минимум 50 рублей. Так вы потихоньку еще и банки кормите. Да. Вот какое-то время назад очень актуальна была тема создания ТСЖ. Даже какие-то вот методички раздавались. Как создавать, как собирать, что решать. Сейчас эта тема, кажется, вот сошла на нет. Почему так происходит? Вот вы управляете ТСЖ с 2006 года. Вы же видите какие-то плюсы от этой формы собственности? Нет. Или нет? Тут нет. Была просто тенденция, что предлагали людям, забирайте дома, создавайте ТСЖ. Потому что на вновь созданных домах все равно образуется ТСЖ. Потому что там другого нет. Для первоначальности, либо после ввода дома в эксплуатацию, его либо продолжают некоторое время до появления собственников. То есть пока люди проведут регистрационные действия, получат право собственников, собирают собрание и создают ТСЖ. Либо их муниципалитет отдает какую-то управляющую компанию, а люди потом уже либо остаются с этой управляющей компанией, либо создают свое ТСЖ. И там уже, опять же, у ТСЖ два пути. Можно самим обслужить, нанимать свой собственный штаб. Либо можно заключить договор с управляющей компанией. Либо рекомендованный, либо просто найти на рынке, кто предлагает свои услуги. Любое ООО. Вот вы какой путь выбрали? Ну, мы как были ТСЖ. У нас это потому, что вновь построенный дом. То есть было все равно ТСЖ, товарищ собственник в жилье. Но вы с управляющей компанией не заключили? Нет, не заключили, так и сами и управляем. Вот сейчас, вот смотрите, сейчас вот такое у нас в городе, такая ситуация была. Вот завалы снежные, гололед, дворы не расчищены и так далее. Вот вы как справились конкретно с этой проблемой? Мне все-таки плюсы хочется узнать. Или так же у вас все плохо? Не, ну почему плохо? Ну, неплохо, конечно. Конечно, так же мы заключаем договоры по осени с организациями, которые имеют технику. Так же вызываем, так же дворы очистим. Но просто проблема, вот она, количество машин в городе неумолимо растет. Уже если в доме 100 квартир, то это не значит, что 100 квартир около дома стоит. Их может быть где-то мы уже считаем, что порядка 150. То есть до 200 еще не дошло. Да, у семьи, да, у некоторых семьи по две. Уже по две машины или даже по три. Причем ездить они на них, уезжают на одной, в такие снегопады или экстремальные, эти машины бросают во дворе. И почистить практически невозможно. Бывает даже так, что почистили, а к вечеру, когда вернули в сети, очистили свои подснежники, снег встряхнули опять на дорогу, и послезавтра как будто вообще ничего не чищено. Ну из каждой ситуации можно найти выход. У вас есть свое видение, как вот эту проблему можно разрешить? Я не знаю, вот если бы муниципалитет издал какой-нибудь закон, или бы организовал, вот сейчас вот хотят легализовать, я слышал, в городе хотят легализовать очень много стоянок. Понятно, что у нас стоянок очень много нелегальных. Ну вот правильно, либо легализуйте, либо создайте муниципальные стоянки, и сдайте какое-нибудь, чтобы люди действительно не бросали свои машины во дворах. Потому что это создает угрозу чему? Скорая не может подъехать, пожарная машина, не дай бог. То есть все машины вот этих оперативных служб, им очень трудно затиснуться во дворы и проехать между этими машинами, когда машина стоит вот буквально ото второй, вот так вот это самое. То же самое нам очень тяжело расчищать эти дворы, потому что трактор имеет довольно большое, и ему ездить и кататься, чтобы кому-нибудь зеркало не завело. Они просто говорят, вот сюда подъедет, и говорят, я дальше не поеду, потому что все, или убирайте машину. Машину тоже трогать нельзя. А хозяева куда-то уехали уже и бросили ее. Вот хотя бы действительно, если вы действительно на обращении к жителям города, если вы действительно уезжаете в командировку или надолго, ну поставьте, если у вас нету гаража, на какую-то стоянку, в общем, поставьте ее или в такое место найдите, чтобы она действительно не стояла прямо на обочине около дома. Можно найти сейчас занесены газоны, то есть можно куда-то действительно ее уткнуть, чтобы она не мешала проезду соседям. Во-первых, и машина целее будет, во-вторых, не будет мешать расчистке. Ну вот в последнее время, ну не в последнее, а вот как-то вот, да, было принято жаловаться на управляющие компании, что они не исполняют там свои обязанности, что очень трудно до них достучаться. Вот вы решили вот эти проблемы сами? Вот вы к чему пришли? Вот какие все-таки плюсы? Я хочу сказать, что... То, что у вас небольшие такие организации. Хорошо. Организация ТСЖ, это, как правило, небольшая, маленькая организация. И здесь в лицо знают всех. Знают, кто бухгалтер, знают, кто управляющий, знают, кто дворник, кто электрик, кто сантехник. И все до них могут достучаться, или всегда их можно найти. Это приблизительно как разница, то, что когда вы приходите либо в маленький магазинчик, где вы уже постоянно... Либо приходите в большой сетевой магазин, где никого, ни консультации порой ничего не получишь. Разве не было ни у кого такое, что придешь, хочешь что-то спросить, купить, все бегают, народу много, а узнать, что это за товар, невозможно. Так вот и здесь, в крупных управляющих компаниях это все обезличено. То есть вы не видите ни руководителя, ни бухгалтера, ни это. В лучшем случае вы там можете прийти, сдать какое-то письмо и ждать потом месяц на него ответ с тем, что вам еще там ответит. То есть преимущество все-таки вы находите, да? Да, но ближе к людям. Ну а люди все-таки вам обращаются с какими-то проблемами? Если вот рейтинг проблем составить, обращающихся в ТСЖ, что это такое может быть? Чем люди недовольны еще? Люди недовольны, во-первых, конечно, не нравятся им и цены. На что мы говорим, что за содержание и то, что наша зарплата, и то, что мы получаем, она уже тоже не повышалась очень много-много лет. Вопрос о том, что растут тарифы, я вам и говорю, вы сначала посмотрите, за что вы платите, и за чего у вас получилось квитанция. Вот когда в квитанции же все расписано, все по строчкам расписано. И вот возьмите квитанцию за прошлый месяц и за это, и вы увидите, почему у вас, например, в итоге в сумме, например, стояло 5 тысяч, а стало 6. Что произошло? И сравните. Вот, например, содержание осталось то же самое. Ага. Повысился тариф. Почему повысился тариф? Либо его повысила снабжающая организация, либо вот как вот сейчас с ПТС, с переходом, произошло замещение. То есть стала другая у вас поставщик, из-за этого у него другие цены. И вот когда вы это... Либо очень много сейчас, особенно в ТСЖ, там платят за электроэнергию в ТСЖ, а ТСЖ уже расплачивается с этим. То есть не каждый напрямую, прямые вот эти, что вы говорили, 6 квитанций, а через ТСЖ платят во все эти снабжающие организации. Человек сначала не носит, не носит показания счетчика, а потом он принес сразу, вот сегодня приходил, что это мне так много тысяч киловатт поставили. Ты почти 5 месяцев не носил, за это время ты их нажег, потом принес в конце года, вот тебе всю эту разницу, то, что ты не добрал, тебе и выставили. Так что вот у тебя многое, естественно, и получилось. Так что надо просто взять две квитанции за прошлый месяц и посмотреть действительно, что это самое. Да. Ну и, конечно, вот менталитет наш, вот я говорил, даже если ставят, имеют приборы учета, то почему-то забывают приносить показания, не носят. По закону мы... Поставили и забыли. Да, поставили и забыли. По закону мы ставим сначала по среднему, то есть забыл он раз, забыл два, то есть три месяца ставим по среднему, потом либо снимаем и ставим по нормативу, а потом, когда в итоге он приходит, это что мне сразу много поставили, начинаем сравнивать, сколько же все-таки у него по факту на сегодняшний день, и сколько это. Если он, значит, переплатил, значит, ему это будет компенсировано, и он в следующем месяце не будет, пока не достигнет этих результатов. То есть показания счетчика, который там, это ему был уже посчитан, либо, так сказать, выставляем в разницу, которую он не доплатил, потому что люди так ему ставят, например, очень удобно, вы мне ставьте 100 киловатт, я и этого не нажигаю, потом через полгода контрольные показания приносят, ему раз, тысячу киловатт поставили, в один месяц сразу, то есть то, что он не добирал, и сразу крики, и это самое. Носите каждый месяц, и будет все сразу объективно. Понятно. Вы как человек, который профессионально следит за системой ЖКХ, ее реформированием, и еще у вас такая общественная нагрузка большая, скажите, вот что нового появилось, и что важного для собственников жилья с нового года, потому что мы знаем все, что реформирование системы ЖКХ продолжается, и чего нам еще ждать, на что обращать внимание, потому что люди, даже вот если есть законы, не все следят, какие законы новые, что меняется. Опять же, даже вот вы говорите, посмотрели квитанцию, повысилось, разобраться тоже очень сложно, вот вы знаете, это там тариф или что-то, конечную сумму посмотрели, уже снулись. Приходят в бухгалтерию и спрашивают, вот сегодня многие приходили после Нового года, эти новые квитанции, с новыми тарифами, и задают вопрос, почему у меня то-то или то-то, то есть это нормальное явление, то есть понятно, если вы не ознакомились, вот хотя объявление вешали, что замена поставщика, и это приведет к росту, если, так сказать, вы этого не прошли, и это самое, в интернете вы тоже это не посмотрели, вот сейчас на передаче вы узнаете, что у многих, особенно у кого было, в Органской ТГК, у них произошло плановое повышение, то есть вот такое. Вообще тарифы обозначены, что тарифы не должны расти больше, чем уровень инфляции. То есть вот прошлый год, это было 8,8. Что в этом, какой будет процент инфляции и на сколько будут повышать? То есть сейчас законом установлено, не как вот раньше, не больше 10, не больше 15. Сейчас сказали, законом установлено, какой был процент инфляции, то есть повышать компания не имеет права выше. А вот на сколько она повысит, вот про это ПТС сказали, мы абонентом ПТС стали только вот с 1 января, а говорят, что вот она, например, в прошлом году всего даже не на 8%, она 4,5 повысила. То есть она, мол, даже меньше, чем это. То есть у нее было еще задел, но она не повысила. Видите, вот какое благородство было со стороны компании. Но зато для других, вот видите, скакнуло на 21%. Хотя для тех, кто был потребителями Сутека, у них где-то наоборот упало процентов на 15, когда их взяло ПТС. Видите, тут по-разному. Вот, поэтому давайте посмотрим, что будет. Вы видите, что творится в магазинах и какая сейчас? Какой будет уровень инфляции и насколько нам повысят цены к лету? То есть у нас сейчас плановое помышление, оно обычно с 1-го, 0-7-го. С 1-го июля. Что будет? Какой будет процент инфляции? Насколько нам повысят эти цены? Увидим летом. Ну, как вы уже сказали, мы на это повлиять в любом случае не сможем. Мы не можем этого устанавливать, я сказал, либо что-то устанавливает администрация города, это все, что касается воды и водоотведения, канализации, а все, что касается электричества и тепла, это относится уже к... А вот вы в своем кругу, может быть, вы с другими председателями ТСЖ как-то встречаетесь, общаетесь, вот вам что бы хотелось изменить вот в эту пору реформирования этой системы ЖКХ? Может, какие-то предложения выдвинуть в законно-творческой деятельности поучаствовать? Вот знаете, как раз вот... Вот как мы говорим, вот это и это, а повлиять мы не можем, а платим больше, больше, больше. А повлиять не можем, да. Вот сейчас вроде инициатива такая, вот создана единая компания. Пожалуйста, давайте, раз вы, как они сказали, мы хозяева, хорошо, забирайте вот эти сети, эти ввода, мы хоть маленькую эту, хоть 3-4 гигакалории, то есть там 6-7 тысяч, не будем терять просто так на этих потерях. Они сказали, а вы их передайте в законном порядке, через муниципалитет. Вот вопрос к муниципалитету. Давайте, примите какие-нибудь эти самые... с властью как-то встречаться, разговаривать, чтобы по решению вопроса этих бесхозных сетей? Ну, понимаете, вот как-то выяснилось тут недавно, на прошлой неделе, на общественном совете, оказывается, даже вот эти вот повышения и выбор этой общей, этой компании, единой снабжающей, даже прошел мимо даже депутатов, мимо даже вот таких этих, как депутаты городские, и областные, оказались даже мимо, с ними даже не советовались. Поэтому, что до нас, если даже с депутатским корпусом не советуется, и они не могут оказать влияние, то нам и подавно очень сложно добиться. Да, как-то вот не хочется на грустной носе заканчивать. Какой-то позитив есть? Что-то вас селяет надежды, что у нас будет? Ну, че, как жили, выживем. И дальше. Выживем. Ну, в любом случае, спасибо за то, что пришли в эфир, ответили на вопросы. Ну, будем что-то делать, наверное, все равно все хотят жить хорошо. Будем жить. Сказал в одном фильме. Будем жить. Ну, что, спасибо. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин